Всем привет! Продолжаем разрабатывать игру платформер и сегодня мы добавим себе бонусы. Бонусы на сцене, которые будем собирать и подсчитать очки. Зачем это надо? Потому что в будущем у нас будут какие-то объекты, которые мы тоже будем выполнять, собирать для заданий, считать и тем самым выполнять задания и продвигаться дальше. То есть будут какие-то задания, квесты. Итак, погнали. Вот я вижу, что у нас консоль из прошлого урока. Вот эта запись висит, когда мы тестировали, как у нас работает. Один раз работает команда или два, ну вот все, стерли. Итак, собирание бонусов вообще никакого отношения к физике и к этому ко всему делу не имеет, поэтому наверху пропускаем немного места и будем работать здесь. Итак, переходим на карту уровня игры и в ресурсах у нас есть вот такие вот звездочки. Мы кликаем на нее и внизу давайте напишем имя старт, вот так вот. То есть чтобы все будущие объекты уже добавляют с таким именем. Ну и можно вот так вот делать, можно мышкой нарисовать их. То есть я и так рисую мышку, я имею в виду, что если зажать, например, можно здесь делать их побольше, типа как бонус, добрались сюда. Вот в таком формате. Так, это мы с вами сделали. Кликаем на одну из них и проверяем, что все имена есть. Да, видите, имя старт. Значит, мы можем этот объект в будущем определить. Итак, хорошо, переходим в игру. И здесь, там где инициализируется карта уровня игры, мы делаем дубликат этой строки. Все то же самое под копирку, как и со стенкой. То есть первым делом нам нужно завести массив старт. Так его назовем, вот так. Через запятую будем указывать все. И здесь тогда пишем. Так, я колесико мышки нажму, чтобы код выстрелился ровно. Итак, если имя объекта на сцене старт, то мы в массив одноименный добавим этот это элемент. И надо проверить, что эти элементы у нас появились. Смотрите, можно быстро командно писать вот так вот. ForE. И у нас вылезет вот такой вот с пунктиком JavaScript. Кликаем на него. И это как раз цикл, который нам нужен. Ну, чтобы это руками все не писать. И пока курсор мышки никуда не ушел, мы просто пишем стар. И он и там, и там это все напишет. Оставится нам поставить команду draw и увидеть, что все наши звездочки уже на месте. Но пока мы их собирать не можем, ничего страшного, сейчас соберем. Итак, для сбора звездочек мы используем стандартную команду столкновений. То есть static box нашего объекта будет сталкиваться со static box звездочек. Погнали. Это ключевая, наверное, команда, движка, можно сказать. Да, либо вообще любой игры. Что-то с кем-то столкнулось, произошло событие. Пишется так. Так, если стар и ты, вот так, из static, так, static intersect, вот. И нам сниппет уже подсказывает. Вот. Get static box. У нас курсор сразу полетает сюда, и нам нужно писать, с кем столкнулось плеер. Итак, смотрите, здесь надо напомнить одно уточнение. Мы говорим сейчас в программе, что если стар и ты, то есть и ты элемент звездочек, столкнулся с игроком, то что-то будет, вот сейчас даже скобки поставим, то в будущем сейчас мы здесь что-то напишем. А можно было бы сделать так, наоборот. Вот. Если игрок коснулся стар вот так вот и ты, да, можно было, но за одним исключением. Если мы что-то хотим с этим объектом делать, вот мы звездочкой будем удалять, либо менять прозрачность, то если мы меняем какие-то свойства этих объектов, эти объекты должны быть указаны первыми. То есть порядок. Сначала указывается тот объект, который будет меняться, а здесь, по сути, главный неподвижный объект указывается персонаж, потому что у него есть static box ADWS, как вы знаете, для предсказания столкнулся. Ну, такой синтекс из-за движка. Про это я и в API говорил. Поэтому первым делом звездочки, вторым главный персонаж. Так принято. И что мы делаем? Просто возьмем их удалим. Итак, для этого у нас есть стандартная команда из языка JavaScript, которая удаляет. Вот так, старый и ты. Удалит старый и ты. И смотрим, что у нас получилось. Так. Не может нарисовать. Смотрите. Мы удалили. То есть в чем здесь логика? Вот было, например, 20 звездочек. Мы их стерли. А программа пытается их нарисовать. Но 20 элемента больше нет. Она себя подставляет, а его нет. Не может рисовать. Либо мы пишем команду, если такой элемент есть, либо мы дровым можем указать в самом начале. Видите? Все будет прекрасно отрабатывать. Еще один интересный момент. Сейчас мы его пока не видим, но на будущее тоже хочу сказать. Вот тоже логика, как в прошлом уроке мы остановились и подумали, оптимизировали код, все то же самое. Смотрите. Было 20 звездочек. Допустим. Мы нарисовали одну. То есть цикл знает, что есть 20 звездочек. И он 20 раз это гонит. Но в какой-то момент времени мы 19-ю, либо в 7-ю удалили. А он еще не дошел до 7-й. И рисовал только 6-ю, например. Короче, здесь в цикле будет 20, а здесь их будет гораздо меньше. И может случиться так, что будет такое мелькание. То есть простой. В цикле, короче, будет больше. В массиве будет больше элементов, чем есть здесь. И он будет лишнее прокручивать, и будет мерцание. И для этих целей я предлагаю делать так. То есть пока же повторить мы этого не видим. И еще разок. Стар мы напишем. Для этих целей в будущем можно использовать так. То есть в одном цикле мы только рисуем звездочки, а в другом цикле никакой рисовки у нас нет. Вот так вот. Мы их удаляем. Тогда этот цикл четко отрисует то, что у него есть, а этот цикл точно удалит. Но пока так и проблемы нет, поэтому давайте оставим это как есть. Ну что ж, это мы с вами сделали. Небольшая такая остановочка, чтобы вы отдохнули. И теперь нам нужен счетчик. То есть где-то это все дело выводить. Ну давайте его заведем, переменную создадим. Давайте ниже вот этого игрового, где карта уровня игры инициализируется, мы будем создавать переменные для нашей игры. Count Start. Так ее назовем. Пока она равняется нулю. То есть это будущий счетчик, который будет пополняться. И вот теперь, когда событие столкновения происходит, мы сначала Count Start добавим единичком, а потом удалим элемент. Тем самым будет каждый раз пополняться. И нам осталось вывести это дело вводит команда Brush. Поэтому переходим там, где у нас все глобальные методы определены, но чтобы бардака в коде не было. Так-то можете писать это где угодно. Итак, и в методах мы находим Brush. Он отвечает за рисование на сцене. Не путать, это не переменные. Это как будто некий рисунок наложен сверху. Поэтому это облегченный вариант, когда не надо обращаться к этому элементу, как переменные, что-то менять. То есть это какой-то, грубо говоря, рисунок. Итак, пишем команду. Brush DrawText. Вот. Нам нужен DrawText S, то есть в локальных координатах. Потому что карта движется. Видите, объект это, он уходит за сцену. И если я просто нарисую там где-то, оно также уйдет. А мне нужно, чтобы оно находилось на определенном расстоянии от рамки экрана. Окна браузера. Поэтому с буковкой S. Итак, здесь меняем, убираем так, Hello World, и мы меняем на Star. То есть будем рисовать значение вот этого Star. Star не обязательно должен быть текстом. Это в данном случае число 2, 3, 4. То есть движок понимает, я его специально это дело обучил, рисовать любый текст. Короче, распознавать, что здесь, и все равно рисовать. Итак, позиция по X, по Y. 20 от X, 20 от Y. То есть от левого верхнего края. Пока оставим все как есть, посмотрим. Вот наш счетчик появился. Если он маленький, ну, сделайте чуть побольше, просто чтобы видеть. В будущем мы наведем красоту с вами. Ну и вот погнали собирать. Туда мы забраться не можем, но как вы понимаете, все хорошо. Но мы можем схитрить, у нас же есть карта уровня игры. Наберем нашего персонажа. Сейчас. И вот так вот перетащим сюда, пособираем будущие бонусы свои. Вот мы уже сразу сюда перелетели, и как видите, все прекрасно собирается и считается. И звездочки, самое главное, что не моргают. Кстати, обратите внимание, в новой версии движка, видите, все звездочки крутятся рандомно. Я перезагружу вот так вот. То есть, конечно, какие-то совпадают, но здесь теперь сделан рандом. И здесь, если нажать на какую-то звездочку, вот видно, стартовый фрейм не указан. Если он не указан, значит, у нас идет рандом. Раньше они все считались одновременно, что было некрасиво. Если перейти сюда, видите, все то же самое. Они в случайном порядке. Так? Красивее. Если нам какая-то звездочка индивидуально не нравится, мы можем сказать, например, вот этой, а давай-ка начинай крутиться с третьего кадра. Пожалуйста, не вопрос. И будет она с третьего кадра. Вы, конечно, никогда этого не увидите, что она с третьего, но видите, они немножко уже рассинхронизировались. Но это вдруг, если надо будет открывать какой-то сундук на сцене, он точно должен стартовать с нулевого кадра, открываться, например, до какого-то седьмого последнего кадра. Вот там эта четкость нужна. А здесь как получилось, как повезло. Ну что ж, переносим нашего персонажа обратно, там, где мы выполняем задание. И в следующем уроке мы с вами научимся двигать бочку, потому что нам нужно забираться наверх и получать задание у этого НПС. Ну все это в следующем уроке. А я с вами прощаюсь. С вами был Александр Тичкин, основатель образовательного портала multuroki.ru и разработчик игрового движка по NGS. До встречи в новых видеоуроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok